друзья всем привет меня зовут евгений и решил записать для вас небольшой такой обзорчик на мотоцикл honda ntv 650 поехали почему обзор они полноценный тест-драйв ну потому что мы уже снимали трансальп и снимали honda deville 650 тем не менее есть некоторые отличия 650 модели нтв от девиля и также от трансальпы и сейчас я вам подробно о них расскажу в этом модельном ряду есть несколько ну скажем так братьев это honda ntv 650 который у нас на тест-драйве затем идет honda bros затем honda hawk детей и honda ntv 650 девиль все эти мотоциклы несколько отличаются друг от друга объединяет их лишь то что у них один и тот же мотор 650 кубов внешне ntv 650 от honda bros мало чем отличается но если вглядываться внимательно и особенно если поставить два мотоцикла рядом то сразу же бросается в глаза то что рама у них разная на бросе она алюминиевая она нтв стальная соответственно брос легче чем нтв наверное поэтому на брос устанавливается руль ну так скажем м к то есть с клипонами и посадка на таком мотоцикле я веду на бросе она уже становится более спортивная но с другой стороны из-за того что мотор один и тот же брос не стал ракетой поэтому брос это исключительно городской обитатель но главная фишка этих мотоциклов совершенно в другом на бросе привод заднего колеса осуществляется цепью в общем то как на большинстве мотоциклов здесь же на нтв стоит кардан что сразу вам говорит о том что в путешествиях вы не будете заморачиваться смазкой цепи вы не будете заморачиваться ее натяжкой вам не придется никогда менять цепь со звездами и в тест-драйву мы также сказали что девиль 650 это тот же самый нтв 650 но это не совсем так потому что если посмотреть на заднее колесо то у девиля совершенно стандартный маятник то есть заднее колесо к маятнику крепится с обеих сторон здесь же на нтв 650 консольный маятник и наличие консольного маятника просто невероятно облегчает жизнь мне уже довелось поменять резину на этом мотоцикле когда я снимал заднее колесо то проблем со снятием не было вообще никаких ты снимаешь заглушку под ней скрывается гайка откручиваешь гайку и снимаешь колесо суппорт вместе с тормозным диском остается на месте топливный бак этого мотоцикла 19 литров соответственно у вас этого топливного бака хватает но почти что на 400 километров при расходе 5 литров на сотню это как я уже говорил в случае с девилем просто феноменальный показатель когда ты ездишь на каком-нибудь спортбайке литровом ты заезжаешь на заправку почти постоянно так и иначе большой бак это классно если обратите внимание то задний диск по размеру ну почти такой же как и передний то есть он реально большой задний тормоз здесь работает очень эффективно и если на спортбайках задний тормоз скорее такая вещь вспомогательная то на классическом мотоцикле за счет того что сзади сконцентрирован большой вес задний тормоз становится очень эффективным инструментом которым ты будешь пользоваться постоянно что касается переднего тормоза то здесь один дисковый тормоз не могу сказать что его хватает принципе когда ты едешь пустым по городу с небольшой скоростью тебе его хватает но если бы я посадил сюда пассажиры и загрузил мотоцикл то конечно передний тормоз после нескольких активных торможений теряет свою эффективность ты будешь вынужден подстраиваться под изменившуюся ситуацию все-таки есть у меня претензии к этому мотоциклу это его вес и при том что этот вес распределен но как мне кажется как-то безграмотно видимо за счет того что здесь стальная рама мотоцикл имеет довольно высокий центр тяжести но и вообще в принципе он довольно таки высокий он не приземистый как некоторые из классические мотоциклы это с одной стороны хорошо ты можешь ездить по бордюрам но в плане управляемости он как бы не совсем стабильный то есть даже ты когда едешь в пробке у тебя есть ощущение что мотоцикл начинает куда-то заваливаться особенно если ты едешь с полным баком то бензин начинает плескаться с одной стороны в другую и тем самым раскачивать мотоцикл и вот этот эффект что ты сейчас завалишься он еще больше усиливается и соответственно тебе приходится более серьезно полагаться на собственные навыки во время прохождения пробок в городе мне пришлось установить проставки руля для того чтобы руль был выше я смог сидеть более прямо вот видите благодаря прямой посадке удается легко работать корпусом поворачивать его поворачивать голову и видеть все вокруг руль стал выше где-то на три с половиной на четыре сантиметра это сразу же ощущается то есть прямой руль на этом мотоцикле это маст хэв этот мотоцикл для небольших людей но у меня сейчас ноги полностью опущенную на землю еще ноги при этом в коленях согнуты не сильно но тем не менее то есть это очень низкий мотоцикл по седлу все-таки пару слов о двигателе нужно сказать v-образная двойка это очень удачный вариант для города для тех кто никуда не спешит но не порываешься до нем гоняется вообще нет желания гнать ездишь спокойно то же самое будет в дальнике вы больше 120 километров в час не поедете вам просто это не надо 110 120 вот это идеальная скорость для данного мотоцикла чем он хорош тем что мотоцикл едет самых низов но это в общем то все повторяют как очень наш уже все прекрасно знают что v-образный мотоцикл хорошо едет на низах почти сразу переходишь на пятую передачу сейчас 3000 оборотов остаются еще 5000 открываешь газ просто едешь но здесь прикол в том что он действительно очень плавно и аккуратно реагирует на поворот ручки газа уже с 1200 оборотов ну ладно полторы с полутора тысяч оборотов при открытии газа он подхватывает тут же и везет тебя с той динамика на которой ты в общем то и рассчитываешь к тому же этот двигатель на этого 150 лишён такой проблемы как на трансальпе 650 которая касалась вала на котором находится ведущая звезда этот вал со временем начинал стачиваться и ведущая звезда просто соскальзывала со своего места да кстати забыл совершенно рассказать что здесь в отличие от девиля задний аморт имеет две регулировки поэтому этот мотоцик может быть комфортным может быть более жёстким этот мотоцикл в среднем стоит 150 160 тысяч рублей и при этом вы получаете мотоцикл с карданом из 650 кубовым мотором много ли вы знаете классических классических я повторяю мотоциклов с карданом подумали тогда напишите в комментариях потому что я подумал и не вспомнил наличие кардана при такой цене она просто покрывает все минусы этого мотоцикла вам может показаться что я специально за уши притягиваю наличие кардана как основное преимущество этого мотоцикла я уверен что 80 процентов людей которые однажды попробовал и поняв что же такое мотоцикл с карданом они уже не захотят возвращаться классическому варианту такими как цепь минусов здесь не так уж и много это его вес это его наверно внешний вид потому что не всем нравится классический вид на сегодняшний день он как бы считается устаревшим хотя но на мой взгляд это классика и она не устареет никогда и это наличие лишь одного переднего тормозного диска но плюсы которые у него есть это надежность комфорт и ну как вам объяснить неприхотливость то есть вам не придется приходить вечерами в гараж и заниматься этим мотоциклом вы приходите утром садитесь на мотоцикл вечером приезжаете ставить его на следующий день все повторяется и так изо дня в день вы будете просто ездить на этом мотоцикле пока не наступит зима все идеальный портрет покупателя этого мотоцикла это человек который не пытается что-то кому-то доказать зато этот мотоцикл не будет потрясать из вас душу и последние деньги ваши надеюсь что данная информация поможет сделать вам правильный выбор с вами был евгений не забывайте подписываться на канал впереди вас как всегда ждет много интересного увидимся